С 1 января 2015 года граждане СНГ будут въезжать в Россию по загранпаспортам. Изменения не коснутся только стран, входящих в таможенный союз и единое экономическое пространство. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Такая мера позволит снизить поток иностранной рабочей силы в нашу страну. О трудовых мигрантах говорили и на Совете по вопросам безопасности, противодействию коррупции и экстремизму в Северо-Западном федеральном округе, который прошел в Санкт-Петербурге. Выступающие отметили необходимость построения прозрачной системы действий органов власти всех уровней и бизнес-сообществ, участвующих в регулировании миграционных процессов и использовании труда мигрантов. Такая система должна упростить и сделать объективную оценку реальных потребностей регионов в иностранной рабсиле. Таким образом будут учитываться интересы национальной безопасности, приоритет в трудоустройстве граждан России. Кроме того, выступающие считают, что социальную нагрузку по жилищному, медицинскому и другим видам обеспечения мигрантов должна нести не Россия, а сами мигранты и их непосредственные работодатели. Глава нашего региона Игорь Кошин, который тоже принял участие в совещании, отметил, что оперативная обстановка и миграционная ситуация в Нинницком округе в целом характеризуется как стабильная и контролируемая. Основными работодателями, привлекающими иностранных граждан к работе на территории округа, являются Эрилнефтегазсервис и Версээм, которые обеспечивают иностранным гражданам соответствующие условия проживания, питания и транспортной доставки до места работы. Продолжение следует...